Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Почти миллиард рублей кировский бизнес получил в виде беспроцентных кредитов на те же зарплаты. Запросы одобрили 330 предпринимателям. Льготные кредиты по 2% годовых одобрили банки для более чем 2,5 тысяч субъектов МСП на сумму более 5 миллиардов рублей. Программа Экономика. Владельцы НТУ смогут увереннее планировать свою деятельность. Предложение ВТПП о сроках действия схемы размещения нестационарных торговых объектов учили в Минэкономразвитии. Чиновники вводят новый порядок разработки и утверждения схемы размещения таких объектов. На этапе подготовки документа Вятская торгово-промышленная палата внесла ряд существенных правок. По словам президента палаты Андрея Усенко, срок действия схемы предложили увеличить с 5 до 7 лет. Кроме того, предприниматели попросили закрепить обязательное предоставление альтернативных мест под НТО, сопоставимых по условиям, если муниципалитет принимает решение об исключении места размещения НТО и схемы. Министерство предложение палаты учло, когда приказ вступит в силу, муниципалитеты должны будут разработать порядок предоставления альтернативного места. Экономика. На 101 ФМ. Свалку, куда начали возить мусор из Кирова, проверит прокуратура. В законности объекта сомневается Ростехнадзор. Там не нашли ряда документов, на основании которых можно эксплуатировать свалку в деревне Скоково в Слободском районе. В частности, ведомство не получило уведомления о начале строительства и об окончании строительства полигона. А сам Ростехнадзор не выдавал на полигон заключение о соответствии проектной документации. Тем временем в Скоково уже везут мусор из Кирова, поскольку мусорным полигоном в Осенцах пользоваться запрещено судом. И накануне арбитражный суд региона отказал владельцу компании «Центральный полигон» в снятии этой меры. Экономика. Завершение валюток. Доллар сегодня 75,53. Курс евро 89,30. Ольга Болезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM